Пропала детская площадка во дворе жилого дома в Хабаровске. В один день жильцы лишились качелей, горок и песочницы. Уже месяц их дети вынуждены гулять на пустой площадке. Александра Теплякова искала пропажу. Здесь была большая площадка, здесь была горка. Анастасия Лещук по памяти рассказывает, как раньше выглядела детская площадка рядом с ее домом. По адресу проезд трамвайный 2. Теперь здесь кроме качелей и турника нет ничего. Здесь дети постоянно играли, даже в дождь. И зимой, и летом. А потом в раз и все пропало. Проснулись, нет площадки. Как увозили игровой комплекс, видела другая жительница дома. Я тоже проходила мимо, говорю, в чем дело, почему убираешь. Сказали, что она, так сказать, проживела. И, так сказать, надо менять, что это безопасность. По словам Анастасии Лещук, это был единственный игровой комплекс в округе. Уже месяц дети из ближайших домов вынуждены играть на пустой площадке. Но в управляющей компании объяснили, в чем дело. На площадке был игровой комплекс, который не соответствовал требованиям безопасности. Фанера, она растрескалась, местами выкрашилась, крепления отсутствуют. Значит, крепления, которые крепят само оборудование к площадке, тоже расшатаны. В общем-то, она себя изжила по своему сроку. Ликвидация игровых площадок в Хабаровске приобрела массовый характер после того, как год назад из-за падения горки погиб 8-летний мальчик. Прокуратура устроила проверку и постановила – 70 площадок необходимо отремонтировать, а 300 снести. Игровой комплекс в трамвайном проезде тоже попал в черный список. На пустом месте в 2019 году появится новый игровой комплекс. Рады выбирать, какие именно здесь будут горки и качели, должны жильцы. Не дома номер 2 в проезде трамвайной, которые беспокойны сносом сооружений, а собственники квартир из пятого дома. В управляющей компании сказали, что именно к ним относится двор. Александра Теплякова, Виктор Казаров для программы Новости.